Я не знаю, что мне делать. Это же не в моих силах. Пожалуйста, решите что-нибудь с этим Плоткиным. Плоткин, ты все понял? Иди и подумай. Ты на вылете. Плоткин, ты все понял? 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 Наш класс будет ставить драму Александра Сергеевича Пушкина Борис Годунов. Возьмем две сцены в келье и у фонтана. Приступим к распределению ролей. Встань, бедный самозванец! Не умишь ли ты колено преклонений, как девочки доверчивой и слабой, чьи славные мне в сердце имели? Встань, бедный самозванец! Встань, бедный самозванец! Дима, бедный самозванец! Что? Я прошу тишину! Роль Григория самозванца будет играть Дима. Кумара Александровна, а почему мне самозванец? Он отрицательный, он из меня не получится. Хвастит придуриваться. Дневник свой посмотри, нормально из тебя будет самозванец. А вот Пименом у нас будет... Плоткин. Это спортивный сектор. Что, все на одного валить, да? Свои обстоятельства знаешь. Ты на вылете. Начнем читку. Открыли книги на странице 262. Сцена... Ночь. Келли в чудовом мастере. Плоткин. Открой книги. Нашел? Читай. Еще одно последнее сказание. И летопись окончена моя. Я такого за сто лет не выучу. Здесь все слова непонятные. А про детскую комнату милиции тебе все понятно, Плоткин? Читай. Да, не будь. Монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду. И пыль веков от хари отряхнул. Харти Плоткин от хартий и пыль веков, от хартий отряхнув. Читай внимательно. Плоткин Плоткан Катал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая-то классная актриса. Сыграй этого самозванца так, чтобы все ахнули. Да как я его сыграю? Если Пушкин написал, что он роста мал. Горь широкая, одна рука короче другой. Глаза голубые, волосы рыжие. На щеке бородавка на другую. Так тем интереснее играть. Марина Мнишек любая девчонка сыграет. А вот самозванца только талант. Глаза голубые, волосы рыжие. Эй, 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 ты чего еще не заходишь? Спроси у Пушкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все тот же сон. Возможно ли в третий раз проклятый сон? А все перед лампадой старик сидит, да пишет. Ну что, Пухлик, я тебе надоела. Дин, а Дин, что случилось? Ты устала? Да, Пухлик, я устала. А чего ж ты хочешь? Я хочу играть Марину Мнишек. Хочешь, а не получится. Судьба твоя такая, самозванец. Дневник свой посмотри. Ну, Пухлик, я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю. И вижу вновь Дмитрия. Но слышит Бог, пока твоя нога не оперлась на тронные ступени. Пока тобой не свержен, Годунов. Любви речей не буду слушать я. А мне пора, пора уж отдохнуть и погасить лампаду. Но звонят к заутренней благослови... Звонят. Звонят к заутренней благослови Господь своих рабов. Подай костыль, Григорий. А где костыль-то? Какой костыль? Ну, тут написано. Подай костыль, Григорий. Значит, она мне должна подать костыль. Я похромаю отсюда. Обойдешься без костыля. Ну, если бы Пушкин про костыль написал? Ну, швабру возьмешь. Они в зале все такие тупые, швабру от костыля не отличат. Борис! Борис! Все перед тобой терепещет. Никто тебе не смеет и напомнить О жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье Здесь на тебя донос ужасный пишет И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Борьего суда. О да! Подай, Григорий! А я у детки костылик выпросил. Он у меня пять лет назад ногу сломал. Два месяца как кузнечик на костыле скакал. А я вчера захожу в сарай, вижу, лежит костылик родиненький. Еле-еле у детки выпросил. Дурак. О, Данил! Привет! Ты хоть сего интернировку запрещаешься? Чего? Поехали. Ладно, чемпляй, пока. Уйдешь. Уйдешь. Ладно, чемплята. Уйдешь. Субтитры создавал DimaTorzok Ох, помню, привел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех. Тогда я в дальнем угличе на некое был послан послушания. Пришел я в ночь... Лоткин, перестаньте рябить бороду, она казенная. Исполнен долг, завещанный от Бога, негрешному. Недаром много лет... Ну что ты делаешь с бородой? Прицепи ее обратно. Она мне мешает. Лоткин, хватит устраивать сюрпризы. Сейчас же привяжи бороду к ушам. Мне борода мешает. Что значит мешает?